В горах близ Нахичевани есть таинственная пещера Асхаби-Кеф. Она упоминается в Коране и древней шумерских текстах. Внутри нее прямо в скале отпечатаны семь огромных человеческих фигур. Из пещеры тянется цепочка исполинских следов. Эти артефакты были обнаружены экспедицией востоковеда Андрея Полякова. Эти следы, они такое ощущение, что была расплавлена камень, когда наступали. И это видно по геологии. Вот эти фигуры семен, которые находятся на Нахичевани, вмяты как будто. Он говорит, что это тоже видно, что это какое-то техногенное было усилие, чтобы туда вмять. То ли это скульптуры какие-то стали, то ли еще что-то такое. Но они видны, что вмяты, потому что это не природа, не можно такое нарисовать. Андрея Полякова поразила еще одна деталь. Вход в саму пещеру завален изнутри. Неужели там скрыты следы гигантов? Но кем они были? И откуда здесь взялись? Ответы следует искать в древних текстах. Нахичевань находится в 30 километрах от священной горы Арарат. Название города переводится как «Страна Ноя» или «Остановка Ноя». По легенде, когда ковчег праведника был в этих местах, из-под воды виднелись рифы. «Поверьте, это вершины гор!» – воскликнул он. И судно ударилось об одну из вершин, расколов ее надвое. Эта гора получила название «Гора Веры». Но при чем тут гиганты? И как они связаны с Великим Потопом? Клаус Дона – австрийский археолог-коллекционер феноменальных находок, которые не вписываются в привычную картину мира. Один из самых уникальных экземпляров его собрания – фрагменты костей огромного человека. Это абсолютно подлинный артефакт. Его размер и датировка бесспорны. Это мы нашли в Эквадоре. Разрушенный человеческий скелет. Человек высотой 7 метров 60 сантиметров. Это человеческая пяточная кость. Часть отколота. Но ни одно животное, включая обезьян, не имеет костей такого рода. И вторая часть, которую можно идентифицировать – затылочная кость. Нижняя часть черепа. Выглядит точно так же, как и у нас, людей. Отличается лишь размером. Она в 5 раз больше. Если учитывать, что люди в то время имели рост 1,50-1,60 метров, то в 5 раз больше – это как раз 7,5 метров. Эти останки найдены в Эквадоре в 1964 году. Часть из них Клаус смог забрать с собой. Когда он показал их экспертам и медикам, они сильно удивились, но подтвердили, что кости могут принадлежать только человеку. Возраст находки более 10 тысяч лет. Мало кто знает, но кости гигантов находят по всему миру. Однако целый скелет пока еще никто не нашел. Многие находки уничтожены или спрятаны. В документах историков, конкистадоров, например, у Кьеса де Леоне, можно найти истории о том, что на побережье Эсмеральда и Эквадора находили человеческие скелеты, которые в 5 раз больше, чем мы. И наши эксперты, исследуя эти кости здесь, приходили к мнению, что они очень похожи на человеческие кости, но их размер в 5 раз больше, чем современный человек. Он невероятен. И Кьеса де Леоне описывал такие скелеты. Клаус Дона знает, где могут находиться целые скелеты гигантов. В скором будущем он намерен провести там раскопки, чтобы представить человечеству убедительные доказательства существования расы исполинов. Американский археолог Дэвид Чайлдресс, приверженец альтернативной истории, согласен, что гиганты были на самом деле. Он объездил весь мир в поисках следов древних цивилизаций и считает, что нужно серьезнее относиться к древним текстам. В том числе и к тому, что там написано про гигантов. В книге Бытия говорится о том, что сыновья Божии спустились к людям на землю. Они были либо людьми огромного роста, либо представителями иных миров. Часто отмечается, что у них была большая продолговатая голова. В Библии говорится о том, что сыновья Божии увидели дочерей человеческих, и те показались им привлекательными. И нефилимы или анунаки брали их себе в жены. В Боливии Клаус Дона сделал еще одну странную находку. Захоронение людей ростом порядка 2 метров 60 или 2 метров 80 сантиметров. Но самое удивительное, у них необычные удлиненные черепа как раз такие, как описаны в Библии. Самое интересное, что в верхней части черепа у них, в отличие от нас, гомосапиенс, имеют связующую линию из трех костей. Они выглядели, как сегодня красиво выражаются, как яйцеголовые. Это совершенно необычный способ соединения костей в верхней части черепа. То есть это ни в коем случае не неандертальцы, и не кроманьонцы, и не гомосапиенс. Было бы очень интересно определить возраст этих скелетов и анализ ДНК, чтобы определить, что это за люди. Вытянутые черепа находят по всему миру. В Азии, Африке, Южной Америке. Считается, что обычным младенцам искусственно меняли форму черепа, чтобы она была удлиненной. С какой целью? Возможно, чтобы они выглядели, как существующие в то время большие люди. Самую интересную находку, связанную с длинными черепами, мы сделали во время нашей первой поездки в Южную Америку, в Перу. В маленьком музее в городе Икка, носящем название «Богатство Девы Марии», там были экспонаты в одной витрине невероятной длины черепа. Но среди них были черепа, форму которых, и это подтвердили мне эксперты, невозможно объяснить лишь искусственным удлинением. Они в два раза длиннее, чем обычные человеческие черепа. И это абсолютно исключает искусственное удлинение. Возможно, эти люди были крупнее нас. Сегодня у Клауса достаточно свидетельств того, что на Земле 10-12 тысяч лет назад существовала другая цивилизация. Связанные с ней артефакты он находил повсюду. А по данным геологии, именно 10-12 тысяч лет назад произошел глобальный катаклизм, который можно назвать Великим Потопом. Не это ли событие описано в Библии? По оценкам Дэвида Чайлдресса, древним мегалитическим сооружениям, пирамидам и храмам лет не меньше. Это значит, что они стояли до Великого Потопа, тогда же, когда жили Исполины. Древние постройки, вроде города Бальбек в Ливане или комплекса Осирион в Абидосе, расположенном в Южном Египте, представляют собой доегипетские руины, возникшие еще до появления династий. Им как минимум 10 тысяч лет или даже больше. Кроме того, считается, что сфинксу также более 10 тысяч лет. Возможно, и пирамиды Хеопса, и другие пирамиды были построены в те же времена. Некоторые города Осирийской империи находятся под водой, в Средиземном море. О цивилизации, существовавшей до Потопа, современное человечество узнало от древнегреческого философа Платона. Он упоминал об Атлантиде, которая находилась в Атлантическом океане, где-то между Азорскими и Багамскими островами. Платон писал о ней как о развитой морской державе, которая обладала мощнейшими технологиями. Предположительно, в Атлантиде, как и в Древней Римской империи, были летательные аппараты, высокие технологии, электричество, металлы и машины, которые позволили им создать эти воздушные суда. В Атлантиде, как предполагается, они назывались Вайликси. Существовали различные виды этих кораблей. Некоторые из них имели форму сигар, представляли собой цилиндры с окнами по бокам, но крыльев у них не было. Другие по форме напоминали диск и были похожи на летающие тарелки. У других виман были крылья, и они очень сильно смахивали на современные самолеты. По некоторым данным, Атланты были великанами. Их рост достигал пяти метров. На закате своего существования они погрязли в войнах, вообразили себя богами, имеющими право порабощать других. Но внезапно произошла катастрофа. Ось Земли внезапно повернулась, и по всему миру начались извержения вулканов, мощные землетрясения, появились огромные цунами, которые стали обрушиваться на берега материков. В некотором смысле начался конец света, но жизнь продолжалась, и цивилизации смогли возродиться. Легенды о тех временах дошли до наших дней. Некоторые свидетельства о существовании этих цивилизаций можно обнаружить под водой, в Атлантическом и Тихом океанах. Так неужели мы находим останки атлантов? Или не все так просто? Джо Тейлор – палеонтолог, куратор музея окаменелостей в Кроссбайтоне, штат Техас. Здесь собраны разные экспонаты от костей динозавров до костей гигантов. Первую огромную кость Джо увидел в 1958 году. Тогда он вместе с одноклассниками был в музее, который сейчас принадлежит Техасскому университету. Тогда на экспозиции был человек 12 футов высотой. Кости, которые от него остались, также там были. Кости человека трех футов. Эта экспозиция была разрушена вандалами в 60-е годы, и никто не знает, что случилось с теми останками. Последние 20 лет Джо Тейлор увлекается поисками артефактов гигантов и немало в этом преуспел. Он пришел к выводу, что на Земле действительно когда-то жили огромные люди. Их рост был от 3 до 9 метров, но некоторые достигали и 15, и 18 метров в высоту. Я держу в руках слепок ноги огромного человека. Вы видите, какой высокий он был? Вот здесь было бы его колено. По мнению исследователя, гигантские люди и животные вполне могли жить на Земле, потому что был более теплый климат и, возможно, иная гравитация. Я думаю, они существовали и были такими большими, и намного-намного больше. В руках у Тейлора не настоящая кость, а ее копия из Папье-Маше. Он еще и художник-скульптор, и большинство экспонатов музея создал сам. Этот слепок кости-гиганта сделан по оригиналу из Египта, где в 50-х годах прошлого века во время строительства дорог находили огромные останки. Одна из этих костей была в длину 127 сантиметров. Мне прислали письмо с просьбой приехать и сделать слепок или скульптуру. Кость человека такого размера. Я сделал слепок. И вот, для примера, кость современного человека. Вы можете здесь видеть, что человек, которому принадлежала эта кость, был около 4,5 метров в высоту. Потолки здесь 2 метра 80, и его поясница находится примерно на этом уровне. Но где же подлинные кости гигантов? По словам Джо Тейлора, эти останки очень быстро исчезают после раскопок и якобы теряются в музейных запасниках. Я был в Нью-Мехико, где в 1930-х годах находили кости человека ростом 3,5 метра. Не очень-то много, можно узнать об этом. Кости просто исчезли, то ли в каком-то музее, то ли были кем-то куплены. Но если вы отправитесь глубже, в Кловес, в Нью-Мехико, вы найдете места для захоронений от 3 до 3,5 метров в длину. Там много погребальных сувениров, и я подозреваю, что некоторые люди в захоронении – гиганты. Исследователь считает, что есть структуры, призванные скрывать информацию. Ведь приняв даже один из артефактов, науке пришлось бы полностью переписывать историю человечества. Напрасно считается, что мифы древних народов – выдумки. Востоковед Андрей Поляков уверен, что в их основе лежат реальные факты. Еще будучи студентом, Андрей увлекся поисками Ноева Ковчега. Много лет он собирал информацию – фотографии горы Арарат, рассказы очевидцев, сравнивал древнешумерские тексты и Ветхий Завет. В итоге Андрей пришел к выводу, что Ноев Ковчег существовал на самом деле. Мало кому известно, что Великий Потоп и Спасшийся Праведник описан еще в древнешумерских текстах. Там его зовут Утнапишти. А в летописях сказано, что к нему приезжал царь Гильгамеш. Реальное историческое лицо. Кстати, сам Гильгамеш, скорее всего, был гигантом. Он имел божественное происхождение. На три четверти был богом, на одну человеком. Гильгамеш – это персонаж, историческая личность, как ученые доказали, который, собственно говоря, совершил путешествие из Месопотамии к Ною. То есть, как известно, Ной пережил потоп. Он под именем Утнапиштим. Зиусудра и прочие там имена имеются во всех этих месопотамских. Короче говоря, Гильгамеш отправляется к Ною, к Утнапиштим, за цветком бессмертия. Поскольку факт существования Гильгамеша бесспорен, то почему в то время не мог жить иной? А значит, и ковчег был реальностью. Согласно Библии, он пристал к горам Араратским. Естественно, все исследователи начинают свои поиски ковчега со священной горы. Вершина Арарата находится на территории Турции. Ее высота 5137 метров. Подняться на ее вершину несложно. Если смотреть с юга, восхождение, именно оттуда сейчас разрешен один маршрут, то в основном это по нашей классификации альпинистской с трудом, можно так, с трудом единичка Б, то есть самая легкая. В верхней части маршрута, в самом верху, это метров 200-250 на кошках. Обычно на кошках, это уже июль-август. То есть там не нужно веревки, не нужно страховочных систем, а в принципе достаточно здоровья. Но есть масса других препятствий. Сегодня Арарат – это зона военного конфликта. Чтобы попасть туда, Андрей Поляков 10 лет добивался разрешения. В 2003 году он отправился в свою первую экспедицию. Она, кстати, стала еще и первой официально разрешенной российской экспедицией с 1916 года. Тогда Андрей планировал осмотреть 4 точки в районе Арарата, где по описаниям мог находиться Ноев ковчег. Одна из них – место в 30 километрах от горы, где по утверждению британского библейского археолога Рона Уайта и находилась древняя лодка. Для экспедиции Полякова она представляла наибольший интерес. Однако 10 лет назад попасть туда было непросто. Ну, чтобы было понятно, что мы находимся в Курдистане, там идет война, это примерно как наша Чечня, там без конца вот эти вот свалки, война, и террористы ходят по этому Арарату, почему-то они никого и не пускают. Это место находится в 30 километрах от Арарата. Но Библия гласит, что ковчег причалил именно к горам Араратским, а не к конкретной горе. Исследователи увидели огромное образование из окаменевшего дерева. Оно действительно напоминало корабль, палубу которого можно сравнить по размеру с футбольным полем. Интересной оказалась история появления этого ковчега на Арарате. Ее Полякову поведали местные жители. Курд мне рассказывает, что когда ковчег поднимался из-под земли, там же была вода стояла, и когда было землетрясение, вот эти две деревни, они высыпали туда, 48-й, помню, 47-й год, и этот корабль поднялся. И когда он поднялся, цвет электрической лампочки, он говорит, озарил это место. То есть тоже какая-то сила, это же не просто так. И они подумали, что это и есть вот ковчег. Сейчас корпус ковчега разделен на две части скалой. Над поверхностью земли он возвышается примерно на 2 метра, остальная его часть скрыта. Но Андрей Поляков сомневается, что это тот самый библейский ковчег. Его скептицизм разделяет и Владимир Шатаев, альпинист со стажем. Он исходил весь Арарат вдоль и поперек, поднимался на вершину 14 раз, 6 раз побывал тут и подробно изучил этот ковчег. По мнению Шатаева, это природное образование, каких полно на Арарате. Смотреть, если сверху на фотографии Арарата Большого и окружающих естественных таких каровых полостей или там скал, то можно увидеть несколько подобных вещей. Да, это одно из таких весьма похожих по размеру, прежде всего. Да, оно соответствует 150 метров длины. По мнению Шатаева, если бы ученые признали находку британского археолога, то это место было бы давно закрыто для туристов. Но в настоящий момент там процветает музей, который так и называется – Ноев Ковчег. Ну, Уайт, да, он измерял приборы всевозможные, сканеры применял. Турки признали, построили даже музей там, много всевозможных там фотографий. Но практически ученые, которые ознакомились с этим, стали спорить и с Уайтом, и еще с рядом товарищей, они доказали, что это не может быть никогда. То образование естественным Ноевым Ковчегом. По мнению исследователей, настоящий Ковчег находится недалеко. Есть одно неисследованное ущелье на горе Ахор. Это место опасно из-за висячих ледников. Если что-то есть, то только внутри Ахора, внутри вот этого ледового кромешного ада, я бы так сказал. Потому что там какие уж там исследования, не знаю, можно вести, но надо. Потому что, когда первый раз мы приехали с Игорем в Ахор, и он, между прочим, не случайно, он говорит, а мне надо с детишками поговорить, а что тебе? А я хочу с ними поговорить, а может быть, у них, они играли, пришли на ледник, и может быть, ледник вынес какие-нибудь деревяшки от Ковчега. Понимаете, заложена здравая мысль, в принципе. То есть, если в Ахоре что-то и рухнуло в свое время, то, значит, ледник все равно вытаёт или отдаст когда-то. Впрочем, природная опасность не единственная преграда. В Ахор не позволяют проникнуть турецкие военные. В этом районе постоянно происходят локальные конфликты. По мнению историка Владимира Дегтярева, они и организуются специально для того, чтобы не пускать к Ковчегу учёных. Эта запретная зона находится на территории Турции. Шумерский Ковчег, Ковчег Зиусудра, царя города Сурупак, турки не дают посмотреть. И сами не лезут встать и боятся, потому что там было предупреждение, что... Ай-яй-яй. По убеждению исследователей, Ной в Ковчег хранит в себе древнюю тайну. Подсказку следует искать в Библии. Ной собрал в свой Ковчег каждой твари по паре. Но не нужно понимать это буквально. Скорее всего, речь идёт о том, что были собраны образцы ДНК всего живого на планете Земля. То есть это цивилизация, которая клонировала человека и была заинтересована в том, чтобы его спасти. Просто-напросто, кроме семьи Ной, которая была небольшая, от которой довольно трудно было воспроизвести цивилизацию опять на тот же уровень, просто-напросто, я так понимаю, что были пробирки. Вот то, что мы сейчас знаем, гена инженерии. Смотрите, как вот дошла. Не исключено, что Ковчег до сих пор содержит в себе этот уникальный груз. Там были загружены контейнеры. Контейнеры с генофондом. Там, я не знаю, в чём они видно в золоте, потому что в другом ни в чём не хранили. В золотых футлярах. Но никто не знает, чем может обернуться находка этих контейнеров. В армянской части Араратских гор бытуют древние поверья. Тот, кто потревожит Ковчег, может сильно пострадать или даже погибнуть. Могут быть уничтожены те, кто полез в этот контейнер. Древние не применяли ядерное оружие. У них была другая система поражения, которая, в общем, работала, скажем, на принципе электричеством. Согласно другой легенде, как только будет обнаружен Ноев Ковчег, на земле наступит апокалипсис. Апокалипсис имеет цветок, когда уже всё будет землетрясение, всё, что написано в Новом Завете, в книге «Откровения Иоанна Богослова». И, конечно, когда мы спустились в 2003 году, и в 2004 году мы попали, вдруг я начинаю понимать, а если это вдруг, если мы его вдруг найдём, если он вдруг откроется, он хранит, конечно, все знания определённые, то всё уже практически. Почему я должен за это быть ответственным? Археологам известно, вокруг Арарата, на территории Армении, регулярно находят очень большие человеческие гости. Ещё в советское время жителям местных населённых пунктов Ход и Лернарод попадались останки людей, чей рост достигал при жизни трёх метров. Подтвердить или опровергнуть все эти рассказы собралась современная российско-армянская экспедиция 2009 года. Учёные поначалу опирались на устные свидетельства очевидцев. Однако сегодня найти безупречные, полностью сохранившиеся артефакты сложно. И всё же исследователям повезло. Этот скелет был нами обнаружен без черепа. Практически сохранился один позвонок. Позвоночник. Один позвоночник, состоящий из нескольких позвонков, мы, когда совершили обмеры, мы увидели, что этот позвоночник достигает полутора метров. Среди уцелевших фрагментов скелета тазовая кость, позвоночник, отдельные рёберные кости. Ни черепа, ни ключиц в захоронении не было. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст находки составляет 11 тысяч лет. По предположению учёных, скелет принадлежал 17-летней девушке. На основании расчётов пропорций тела исследователи определили рост великаншей. Мы предполагаем, что это был индивид трехметровый. Поскольку, ну, полтора метра позвоночник, ещё, чтобы пропорционально было сложное тело, как раз нужно столько же, чтобы уравновесить. Да, и полтора на полтора – это три метра. Получается. Но это предположительно. Ещё одно захоронение великана было обнаружено в районе Лернарота – селение у подножья горы Арагац. В могиле рядом с великаном был скелет поменьше. Возраст находки не менее 11 тысяч лет. Это были останки двух представителей. Один был гигантского роста, ну, скажем так, роста трёх-пяти метров. Предположительно. Опять-таки, мы не утверждаем, мы просто гипотетически предполагаем. В Армении сохранились устные и письменные предания о великанах. Так, в жизнеописании Артемия Араратского, оставленного им самим, говорится, что в 18 веке местные жители находили кости, принадлежащие гигантам. В других армянских городах тоже находят кости намного больше и по размеру, чем у современных людей. В Гюмри, на территории Чёрной крепости, были обнаружены огромные черепа и даже целые скелеты античного периода. Среди них были останки, принадлежавшие очень высокому человеку. Кроме того, его кости были очень толстыми. Я видел эти кости. Могу сказать, что это кости очень крупного человека. По оценкам археолога, рост великана был примерно метр девяносто два метра. И сегодня можно встретить на улице таких крупных людей. Но всё же это большая редкость. Нельзя сказать, что в то время все были такими. Эти могилы, по всей видимости, принадлежали одному семейству, которые отличались крупным телосложением. По мнению эксперта, сложно причислить к гигантам обладателя этого скелета. Но всё же его параметры являются выдающимися даже в наши дни. А значит, раньше его могли принимать за великана. Всегда идёт процесс акселерации. Чем дальше в прошлое, тем человек был мельче. Те популяции, которые жили до нас тысячи лет назад, в среднем их рост составлял не больше 170 сантиметров. На территории Армении находят не только странные кости, но и удивительные сооружения, позволяющие предполагать существование на территории страны гигантов. Когда мы говорим о древних раскопках на территории Армении, то они, как правило, имеют крепостные стены, которые мы называем циклоповскими крепостями. Потому что они построены из огромных камней, из необработанных глыб. Все они такие огромные, что многие учёные 19 века назвали их цикловскими, думая, что циклопы их принесли туда. На территории практически всей Армении встречаются развалины огромных сооружений. Их назначение неизвестно. Во мнении учёных, это могли быть с одинаковой вероятностью как крепости, так и космодромы. Но мегалитическая кладка свидетельствует о том, что это невозможно было бы сделать с помощью примитивных орудий труда. Одно из таких сооружений, которое может свидетельствовать о существовании допотопной цивилизации на территории Армении, караунж. Согласно оценкам специалистов, он на 3,5 тысячи лет древнее английского Стоунхенджа и на 3 тысячи лет старше официального возраста египетских пирамид. То есть ему не менее 6 тысяч лет. Предназначение памятника вызывает споры. Одни учёные полагают, что на мистической территории было святилище, другие, что там находилась обсерватория. Многие исследователи так и называют караунж армянским Стоунхенджем. Я ходила в дни осеннего и весеннего равноденствия, наблюдала, когда солнце восходит. Я определила, что там есть ворота. В эти дни солнце восходит прямо в середине этих ворот. Значит, не случайно. Значит, это очень важно. Значит, те же жрицы, которые когда-то там что-то делали, то есть те, кто строили, для них очень важно было знать точку востока, когда солнце восходит, когда заходит. Понимаете? И я помню, что очень было интересно, когда через некоторое время в одном из этих дырок в одном из этих дырок попало туда солнце. Понимаете? Мы были в восторге. Но дело в том, что эти... Да, местное население считало, что эти дырки сделаны для того, чтобы привязать скот. Все эти находки и легенды наводят на мысль, что на территории Армении некогда жили представители древней, высокоразвитой цивилизации. И они были гигантами. Софья Сулим – психотерапевт. Она лечит сеансами регрессивного гипноза. Это погружение в состояние, в котором человек может ясно видеть свое прошлое и даже предыдущие реинкарнации. Работа с подсознанием, когда человек погружается в иную, скажем так, реальность и начинает вспоминать в трансовом состоянии то, что с ним происходило до данного воплощения, до этой реинкарнации. Результаты одного сеанса стали полной неожиданностью как для пациентки, так и для психотерапевта. Женщина жаловалась, что она часто смотрит на всех свысока. Ей неинтересно бывать в кругу людей и бывает тесно и некомфортно в собственном теле. Регрессия позволила ей пережить необыкновенный опыт ощущения себя в теле гиганта. В одном из воплощений она видела себя очень-очень большим человеком. Мы называем это иногда великанами. Очень большим мужчиной, который жил среди себе подобных, но при этом он видел животные, растения, и живые существа, которые были меньше. И она очень остро ощутила, как это быть очень большим и как это смотреть на тех, кто меньше. Во время сеанса регрессии женщина ощущала, что где-то рядом есть такие же огромные люди. По ее описаниям, она жила среди гигантов в некой общине. Все так же, как у нас, но только люди, с которыми она жила, были очень большими. Она говорила о том, что чувствует себя большой, сильной, уверенной, и ощущает такое ощущение своей силы и некого превосходства и свободы. И говорила о том, что существовали люди или существа, другие существа, которые были гораздо меньше. И на фоне как раз этих существ, это ощущение силы, оно было более явно выражено. Во время регрессии женщина, находясь в теле Исполины, видела и маленьких людей. Ей было известно, что они боялись таких, как она, потому что гиганты легко могли травмировать небольших людей по неосторожности. Некоторые доходили до пояса, да, это были самые большие существа, которые она видела, а некоторые были вот где-то по коленам, и таких было большинство. Этот уникальный опыт позволил женщине быстро справиться с проблемой. По мнению Софьи Сулим, такое переживание не может быть просто выдумкой. Психотерапевт считает, что в нашем подсознании хранится память о прошлых жизнях. Если человек имел прошлые опыты воплощений, а это тоже уже практически доказано наукой, то он очень легко может оттуда в определенном состоянии получать информацию. Так кто же такие были гиганты? Откуда они появились на Земле? Куда исчезли? Ответы на эти вопросы есть в древних текстах. В Библии говорится, что существовали гиганты, сыны Бога, которые спустились на Землю. В Южной Америке сохранились сведения о живших там гигантах, которые были настолько прожорливы, что подвергали опасности существования людей, которые глотали все подряд. Я очень сильно подозреваю, что в Южной Америке были найдены кости, изучение которых доказало существование гигантов. И уже потом, после обнаружения костей, возникли легенды. Если они были такими большими, наверное, они были очень голодными. Такие истории люди рассказывают, но это на самом деле сказки. Но они базируются на реальных находках. Библия. Первая книга бытия говорит. В то время были на Земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им. Это сильные, издавна славные люди. Гиганты жили примерно через 500 лет после Адама. Было много людей на Земле, и было много дочерей, которые родились в семье Адама. И эти сыны Божьи смотрели вниз на этих прекрасных девственниц и спускались на Землю, чтобы жениться на них. Это было 5000 лет после Адама. И через 1000 лет после этого на Земле начались проблемы. То же Библия. И сказал Господь, «Истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил. От человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю». Разверзлись все источники великой бездны. И лился на Землю дождь 40 дней и 40 ночей. 5000 лет после этого скрещения сверхъестественные сущности спустились на Землю и вызвали всемирный потоп. Чтобы уничтожило все потомство гигантов, которые приносили насилие на Землю. Исчезновение динозавров. Это все из-за того потопа. А потоп из-за того, что боги хотели освободить Землю от гигантов. Факт потопа легко проверить с помощью современных исследований. По утверждению известного археолога Майкла Кремом, периодически происходит катастрофа планетарного масштаба, уничтожающая все живое на Земле. Современные палеонтологи вам скажут, что в истории жизни на Земле, которая началась около двух миллиардов лет назад, происходило около шести серьезных катастроф, которые уничтожили большинство экземпляров того, что существовало на Земле. Такие уничтожения происходили через каждые несколько сотен миллионов лет, последние из которых это уничтожение... Человек был сотворен вот этой вот расой исполинов, ну, как раб, собственно говоря, для того, чтобы добивали полезные ископаемые. Вот. Первая цивилизация возникла в Шумере, как мы... Ну, не в Шумере, в Месопотаме, потом это выросло в Шумер, в Вавилон, там и прочее. При этом к пирамидам и другим мегалитическим сооружениям великаны не имеют никакого отношения. По этой версии огромные блоки передвигались с помощью технологий, которыми человечество не располагает. Принадлежали эти технологии тем, кого люди называли богами. Эти вот боги или могучие, да, у них было совершенно и звуком, энергии поднимали. Он мог, так сказать, вот так рукой поголебать, вот этот, с тысячетонной блок поднимался и плыл куда надо. Люди, которые были намного меньше ростом, обожествляли исполинов, поскольку не понимали их технологий. Однако боги возможно пришельцы с других планет такие же люди, как и мы, только более технически развитые. Их проблема, по-видимому, заключалась в том, что на их планете закончились ресурсы и тогда они прилетели на Землю. Поскольку сами они не хотели работать, им пришлось создать человека. Наша планета, ее просто прилетают вахтовики, грабят, улетают, прилетают, грабят, улетают. Они не возят с собой никаких инструментов, ну, у них есть инструменты, там, какие, ну, оружие, все это обязательно. Но никаких, например, экскаваторов, чего-либо. Зачем? Они сейчас взяли, создали вот человека, например, метр восемьдесят, да, без башки, что называется. Он знает, что надо вытаскивать щебенку, оттаскивать там на дробилку там. По этой версии пришельцам были нужны биороботы, гиганты разного роста в зависимости от сложности работы. В результате экспериментов получились пяти, десяти, даже двадцатиметровые великаны. Гиганты создавались исключительно для работы под землей. В разных уголках планеты существует огромная разветвленная многокилометровая сеть туннелей. В основном все их бурили великаны, чтобы искать для богов полезные ископаемые. Они просто создают огромных людей, дают им ну такой типа огнемет, ну не огнемет, ну давайте назовем его лучемет, например, да. Вот вы видели метро, представляете себе, диаметр проходческой машины шесть метров. И вот это получается туннель метро. Вот эти шести, под Южной Америкой вдоль проходят туннели начиная от шести метров и до двадцати метров в диаметре. Их общая длина пока известная 22 тысячи километров. Они тут что делают? Это там вибрационный луч. Он дробит в гравии. Вот проход, да. Значит, они проходят за один день, они проходили от ста до двухсот метров. По информации, собранной историком Владимиром Дегтяревым, великаны были бездетными. Их создавали искусственно, вероятно, с помощью генной инженерии. Затем плод вживляли женщинам, и те вынашивали детей. Для великанов существовали особые закрытые зоны проживания. Они работали за еду. Когда великаны становились немощны, их уничтожали и создавали новых. Но пока они приносили пользу своим богам, те обеспечивали им еду и быт. Вымерли великаны в тот момент, когда пришельцы внезапно покинули планету. Их когда бросили, ну там, представляете себе, они же здоровые махины там, все, им надо есть. А поставка еды, социальный пакет, что называется, был лишенный социального пакета. Они начали ловить людей. А кого другого, они поймают в горах. Как ни странно, эти события нашли отражение в сказках и мифах разных народов мира. У германцев и скандинавов популярна история о том, как великаны охотятся на людей в лесах. В какой-то момент люди не выдержали и объявили войну великанам. Поскольку те не могли размножаться, в скором времени их всех истребили. Что говорят, люди собрались и их забили просто камнями. Они уже к траву ели, все, понимаете? И дошло наверное до великанского каннибализма. Это все такое. Понятно, может, детей ловились там, ели. Но все. Это все очень просто, хоть и жестоко. Подобные предания сохранились и у американских коренных народов. Американские индейцы имеют знания о гигантах от 3 до 4,5 метров высотой. И когда индейцы поднимают руку вот так, это, так сказать, приветствие. Это для того, чтобы показать, что у них 5 пальцев, а не 6. Потому что 6 пальцев означает, что ты можешь относиться к гигантам. все эти гиганты были убиты американскими индейцами тысячу или две тысячи лет назад. Единственный вопрос, почему боги внезапно покинули Землю? Есть мнение, что это произошло, когда они поняли, человек, получившийся в результате смешения богов и местных аборигенов, стал слишком быстро самостоятельно развиваться. Его пришлось признать разумным. Может быть, мы каким-то образом перешли тот порог интеллекта, за которым эксперименты над биологическим существом запрещены? Казалось бы, это абсолютно фантастическая гипотеза, основанная на паре сомнительных артефактов. Десять тысяч лет назад и раньше не было никаких разумных людей, тем более великанов. Но как тогда наука может объяснить вот эти бесспорные невероятные находки? В 1944 году немецкий археолог Вальдемар Джулсрут в окрестностях мексиканского города Акамбара проводил раскопки древнего захоронения. Здесь он неожиданно и наткнулся на керамические статуэтки, изображающие доисторических животных, известных нам только по реконструкциям и фантастическим фильмам. Среди них были динозавры, брахиозавры, игуанодоны и даже тираннозавры. Вначале археолог решил, что эти фигурки попали в захоронение случайно. Однако, когда была проведена экспертиза, выяснилось невероятное. Этим фигуркам как минимум несколько тысяч лет. Считается, что люди в то время, даже 6 тысяч лет назад, ничего не знавшие палеонтологи, не могли сделать слепки динозавров. А там и есть глиняные статуэтки тираннозавров и есть стегозавров и гуанодонов и бронтозавров. То есть, как современные палеонтологи их представляют? Либо они дожили до нашего времени, либо древние, которые лепили в то время, использовали какие-то знания, которые в то время были, видимо, какие-то книги, какие-то там у них древние учения и просто делали пособия что-ли для своих потомков. То есть, они никак не могут быть современные подделки, как пытаются палеонтологи списать на них. Но откуда древний человек, который делал эти фигурки, мог знать, как выглядят динозавры, если их никогда не видел? Но еще более шокирующий вывод ученый вынужден был сделать, когда извлек из захоронения древние фигурки, которые изображали динозавра и человека вместе. Выходит, охотники на динозавров это не фантастика. Но неужели древний человек настолько древний, что жил в одно и то же время с динозаврами? Анализ найденного скелета маленького человечка проводился в столице Индонезии Джакарте под руководством профессора Питера Брауна. По строению таза ученому удалось заключить, что существо было женского пола. Сильно скошенный лоб с выступающими надглазничными валиками и мощной нижней челюстью напоминают характерный череп Homo erectus. Однако размеры его совершенно необычные. И дело даже не в росте или весе, а в поразительном малом объеме мозжечка. По расчетам профессора, у этой женщины мозг не достигал и одной трети от объема мозга обыкновенного человека. Причем там была открыта не одна особь, то есть остатки естественно этой особи. При том, что в преданиях местных аборигенов их называли Эбу-Гогу, и они считались чуть ли не дожившими до нашего времени. Но остатки их были обнаружены. И те антропологи, которые работали с этими остатками, после этого они сказали, что да, ребята, вот в преданиях о хоббитах и эльфах. Теперь мы получили подтверждение, что за этим может стоять определенная конкретная антропологическая реальность. Пока ученые спорят о том, существовало ли в далеком прошлом раса карликов или нет, возникает другой, более интересный вопрос. А живут ли гномы на Земле сегодня? Некоторые исследователи уверены, да, живут. И в качестве доказательств приводят разные древние и современные истории. Старинная рукопись, хранящаяся ныне в Брянской областной библиотеке, свидетельствует, что в 1698 году некий карлик, очень напоминающий сказочного гнома, напугал одного уральского рудокопа. Существо было ростом не более 20 сантиметров. Оно стояло у входа в пещеру и держало в руках яркий кристалл. При встрече с человеком гном почти сразу ушел в землю, а камень остался. Что это был за минерал, определить так и не смогли. У лопарей, живущих на Кольском полуострове, и у их соседей Саами, бытуют легенды о карликах, поселившихся когда-то под землей. Местные жители называют их сайвок. Раскинув свои юрты на удобном месте, лопари иногда могли слышать, как из-под земли до них доносились неясные голоса и звяканье железа. Это служило сигналом немедленно переносить юрту на новое место. лопарей. закрывала вход в подземное жилище таинственных обитателей Крайнего Севера. Кроме того, с ними лопари всегда опасались ссориться, поскольку издревле карлики считались злобными и мстительными существами. И на то была причина. Ну, давайте представим примерно древние времена средние века, психология человека. Она была, давайте будем говорить прямо, очень агрессивна. Завоевать мир, завоевать вот все, что лежит за порогом твоего дома, они сталкивались действительно с какими-то и дикими племенами, и, возможно, вот с этими маленькими людьми. Естественно, ответная реакция была. Они тоже брали свое оружие и вредили мстили этим пришельцам, высоким людям, которые первые напали на их землю. Легенды о маленьких подземных жителях, умеющих обрабатывать железо и обладающих сверхъестественными способностями, сохранились у всех народов, населяющих север России. Например, коми, живущие на Печорской низменности, утверждают, что именно гномы научили людей ковать железо. Колдовство их обладает страшной силой. По их приказанию меркнут солнце и луна. Некоторые исследователи считают, что таинственные карлики могут обитать и в Крыму. На полуострове множество пещер и неизученных подземных городов, созданных когда-то представителями древней цивилизации. В этих катакомбах вполне могут прятаться мифические существа. У нас детская гора Спилия. И вот в 80-х годах четыре мальчика и четыре девочки нашли пещеру в районе Спилия. Набрали фонарей, факелу, и они вошли в эту пещеру. Шли, шли, и они заблудились. Им казалось, уже много-много часов они находятся. Там уже проголодались, и все. и вот уже там девчонки плакать начали, как всегда. И вот смотрят такой плоский камень. И на этом плоском камне стоят два эльфа. Притом две девочки в платьицах. И вот взявшись за руки танцуют на этом камне. Смотрите картинку такую. Они как испугались, как рванули к этому выходу. С испугу выход нашли, выскочили. Когда выбравшиеся наружу подростки рассказали об этом происшествии родителям, то взрослые естественно не поверили. Мало ли что может померещиться с испугу. Однако не все отнеслись к рассказу детей о встрече с эльфами с недоверием. Крым место загадочное и мистическое. И здесь происходит много разных чудес. У нас еще есть гномы как бы мифологически существо называется Козютканой. Это у нас есть город Козюткан Тамчан. Там находится пещера Аютышик. И там в свое время туристы замечали таких рыженьких маленьких существ в лесу живущих. И в других местах замечали этих маленьких рыженьких волосатых. Немцы живущие на побережье Ледовитого океана рассказывают что давным-давно когда наших людей здесь не было тут жили сиртя маленького роста люди когда людей много стало они насквозь в землю ушли. Эти карлики до сих пор дают о себе знать. Например на полуострове Каниннос. Я побывал впервые там в конце 70-х годов. И вот оленеводы казалось бы уже отошли от религии и тем не менее значит когда я пошел с ними они говорят стой и вдруг кинулся бежать вдаль. Я говорю что ж ты не ловишь там или что-то надо делать нет поздно это лазурь огонь из-под земли они увидели это сигнал маленьких человечков из-под земли они поманили этого оленя и сейчас главное чтобы стадо не пошло за ним эти человечки увели оленя у русских землепроходцев обосновавшихся на Урале тоже есть предания о живущих в горах людях небольшого роста красивых с необычайно приятными голосами так же как сайвок на Кольском полуострове они не любят появляться средь бела дня при этом некоторые люди слышат исходящий из-под земли звон и звон этот не случай чуть белоглазая под таким именем фигурируют карлики в уральских сказаниях они занимались под землей добычей золота серебра и меди когда на Урал пришли рудокопы и другие ремесленники из Киевской Руси и Скандинавии чуть белоглазая жившая на западных склонах Урала прокопала длинные подземные ходы и скрылась в недрах гор со всеми своими сокровищами то есть буквально самозахоронились то есть они ушли как бы так сказать вот в эти свои ямы и там закопались убили себя добровольно но проблема в том что при всем обилии предания чуде а предание об этих существах охватывает огромные территории собственно от Урала до Скандинавии мы не находим никаких в общем-то массовых захоронений как бы то ни было существ еще в 16 веке географы Европы были убеждены в существовании в северном ледовитом океане материка Арктида населенного карликами которые создали странную непохожую на нашу цивилизацию они обладали ярко выраженными экстрасенсорными как сейчас принято говорить способностями потом произошел один из многих земных катаклизмов в результате которого арктический материк практически полностью ушел под воду уцелевшие жители Арктиды покинули замерзающие быстро покрывающиеся льдом острова и расселились по северу Европы и Азии восстановить свою цивилизацию они не смогли сражаться с местными жителями не хотели и постепенно ушли с поверхности земли в подземные катакомбы и пещеры то есть в привычную для себя среду обитания ведь у себя на родине они проводили в подземелье до полугода для защиты от жадных до драгоценных металлов особенно до золота людей карлики поставили на входах в свои подземные убежища психологические барьеры эти барьеры и по сей день внушают людям сверхъестественный ужас отгоняющий от священных для гномов и форма тела рук была какая-то нечеловеческая вот остались съемки которые снимки которые все это показывают вот несколько недель или может месяцев оно жило у этой старушки которая его приютила во второй половине девятнадцатого века среди зоологов была распространена теория о том что некогда Африку Мадагаскар и Индию связывал кусок суши в Индийском океане заселенной почти исключительно лемурами галага пота и лоре которые составляли класс полуобезьян ученые считали что суша в конце концов уйдя под воду развела ареалы распространения полуобезьян по всему миру английский зоолог Филлипс Глеттер назвал этот погрузившийся в бездну континент Лемурии а научный интерес к нему подогрел сделанное немецким зоологом Эрнстом Хекелем предположение что Лемурия была колыбелью человечества известные философы оккультисты тут же подхватили и развили теорию Хекела знаменитый русский эзотерик и спириуталист Елена Блавацкая утверждала что во время сеансов общения с духами она узнала от них подлинную историю человечества из которой следует что она началась с Лемурии по словам Блавацкой обитатели этой страны были типичными гномами и эльфами они жили и размножались в подземелье и их можно отнести к третьей из семи корневых земных раз каждая из которых проходит семь стадий развития дело в том что есть различные представления подземных существа но надо четко понимать что подземные существа делятся на ряд классов скажем так вот есть гномы это нечто такое вот знаете кряжистое малорослое то что работает с рудой там и так далее понимаете такое грубое такое вот ну это архетип очень многих сказок скажем так есть эльф это нечто утонченное возвышенное воздушное понимаете но нам не следует забывать об одной вещи все предания как правило очень многие из преданий говорят о том что эти существа могли воздействовать на сознание человек последователи Елены Блаватской до сего дня продолжают приводить все новые и новые доказательства существования колыбели человечества но археологи которые оперируют в основном фактами так и не нашли в земле или под водой этих самых доказательств при этом они давно махнули на лемурию рукой и всем желающим убедиться в существовании в прошлом расы карликов предлагают вместо разговоров или мурцах просто посетить местечко Скара-Бре на побережье Аркнейских островов там до недавнего времени находились обычные с виду невысокие сопки поросшие зеленой травой но однажды сильнейший ураган разрушил верхнюю часть одного из холмов и там обнаружилось поселение то есть там кроватки комнатки прочее прочее все вот такое поселение в недрах холма единственная неприятность для ученых была в том что она все было рассчитано на людей очень маленького роста то есть нормальный человек бы туда просто не пролез поэтому ученые попали в очень неприятную ситуацию и в итоге по умолчанию было принято считать что это некая модель поселения однако наиболее наиболее пытливые археологи вскрыли другие холмы и выяснили что это не масштабная модель не макет а реальное жилье жилье карликов то есть гномов или таких же миниатюрных существ строилось оно как подземное убежище сначала из глиняных блоков возводились стены потом из камня и дерева делали настил и только тогда все сооружение покрывалось слоем земли и торфа оставляя лишь небольшое входное отверстие посредине каждой комнаты находился очаг обложенный камнями из обожженной глины были сделаны маленькие шкафчики между жилищами проложены подземные переходы обратили археологи внимание еще на одну деталь на полу комнаты в проходах лежали кучи песка напоминавшие о старинном поверье оказывается каждый кто без спросу вторгался в прошлом жилище подземного карлика тот же превращался в песок для меня не представляет ни малейших сомнений то что наше человечество имело свою как бы альтернативу то есть другое человечество что на земле жили параллельно с нами и живут может быть и поныне пусть кто-то попробует мне возразить на эту тему существуют еще и народы меньше нас ростом как бы которые оказались гномами и различными эльфами и феями и другими названиями которых мы сейчас скажем и параллельно существуют еще и большие размером существа куда куда утверждают многие исследователи, есть надежное убежище от вездесущего человека. Есть пещеры, где есть карст, где есть проявление подземных пустот. Они есть практически везде, под всей европейской частью уж точно. Говоря уже об Америке, о Южной Америке, под всеми Кордильерами и Андами. У нас под всем Уралом с севера на юг по 60-му меридиану. И в Азии, и в Юго-Восточной Азии. А там вообще нашли, просто нашли кости карлика. Тайна карликов Скарабре пока не раскрыта. Ну а местные жители утверждают, что и по сей день изредка встречаются с последними представителями маленького таинственного народа. Более того, они верят, что карлики, пытаясь сохранить род, похищают детей из колыбеля. Некоторые из похищенных возвращаются в мир людей через несколько лет. Как, например, одноместная девушка, вернувшись домой после многолетнего отсутствия. Сначала она долго болела, но потом поправилась и привыкла к жизни среди людей. Вот только в ней оставалось что-то не от мира сего. Наверное, именно поэтому до сих пор жители тех мест в Северной Великобритании кладут в постель маленьким детям кусочки железа. Ведь металл, верят люди, обладает магической властью над жителями холмов. Дело в том, что безусловно, безотносительно, существуют ли физически эти существа или не существуют, а реально и объективно они существуют, потому что они существуют в нашем сознании. Они существуют в нашей мифологии. Таким образом, они влияют на нас, определяют наше бытие и наше будущее. В 1932 году два золотоискателя, которые искали драгоценный металл у подножия гор Сан-Педро в штате Вайоминг, предположили, что золотая жила может находиться в одной из скал. Они взорвали скалу, но вместо золота обнаружили в горном массиве небольшую пещеру, в углублении которой на небольшом каменном выступе в сидячем уме крошечного существа. Во весь рост существо достигало бы высоты чуть менее полуметра, а в сидячем положении 18 сантиметров. Самое обыкновенное человеческое лицо с большими глазами, низким лбом, широким носом, большим ртом и тонкими губами. Мумии карлика с загадочной улыбкой на лице дали имя Педро. Антрополог Генри Шапира исследовал находку с помощью рентгеновских лучей. Каково же было его изумление, когда аппаратура показала, что под мумифицированной оболочкой находится крошечный скелет по всем параметрам, соответствующий человеческому. По всем признакам Педро был взрослым 60-летним мужчиной, если сравнивать его с обыкновенным человеком. У мумии были хорошо сформированы зубы, причем выделялись довольно крупные выступающие вперед клыки. Однако ученые отнеслись к этой находке с большой долей скептицизма и посчитали ее очередной фальшивкой. Все, что хоть как-то вмешивается в нашу традиционную парадигму существования человека, расписанную раз и навсегда ортодоксальной наукой, все это подвергается обструкции и тщательно вообще вымарывается из истории. Тем временем в Аргентине в последнее время происходит нечто невероятное. Жуткий гном терроризирует городок Гуемес в провинции Сальто на севере страны. Подросток Хосе Альварес заявил местной газете «Эль Трибуна», что он и его друзья зафиксировали на видео это создание во время недавней ночной прогулки. У одного из них в руке был мобильный телефон, когда вдруг раздался непонятный шум и из кустов на подростков выскочило что-то непонятное, похожее на гнома. Оно их очень напугало. «Это никакая не шутка», добавил подросток к корреспонденту местной газеты. Позже выяснилось, что другие местные жители тоже видели карлика и испытывали при этом сильный страх. Местные газеты уже прозвали призрака жутким гномом из-за его внешнего вида чем-то напоминающего героя средневековых сказок. По рассказам очевидцев, гном носит шляпу заостренной формы и передвигается необычной походкой, маленькими шажками вбок. Городок добровольно ввел комендантский час. После наступления темноты мало кто решается выйти на улицу, опасаясь встретиться с жутким гномом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова